Путина! 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 Я даже могу лично подтвердить, что в моей школе, где я учился, всегда был закрыт аварийный выход. И ключи были у главного выхода у вахтерщи, которая там сидела, либо уборщицы. То есть пока бы, если бы дети действительно проводили эвакуацию настоящую, а эти выходы тоже так же были бы закрыты. Пожар – это часть большой системы, которая тоже горит и которая находится в травмированном, изувеченном состоянии. И это один из ее симптомов. Я знаю по общей практике, что обычно нам врут. Поэтому, скорее всего, в этот раз тоже врут. У меня нет сведений из Кемеров, у меня нет там родных, близких. Но так как я знаю, что врут часто, врут почти всегда, а может быть и вообще всегда, то есть основания полагать, что врут и в этот раз. Им плевать. Надо самим ходить, проверять. С каждого вот этого вот чинушку, который с галстиком сидит, приходишь, спрашиваешь, работаешь, не работаешь, пошел нахрен отсюда. То есть вы считаете, что люди должны брать на себя функции государства? А вот это вот что такое? Государство что-то сказало? Нет, сами собрались и пришли. Почему мы только вот когда дети умирают, можем прийти сами? Почему мы не можем с утра взять, встать, сходить и посмотреть, проверить? Это нам надо. За нас никто ни хрена не сделает. Им плевать на нас. Чем больше нас сдохнет, тем им лучше. В путинской России должно жить два человека. Один будет охранять колонку, а второй будет сторожить, чтобы он ничего не украл. Все остальные будут за бугром. Нас 140 миллионов, мы здесь никому не нужны. Если мы друг за друга держаться не будем, никакой государственной нас внимания не обратит. Извините.